Когда мне на обзор попадают бюджетные модели смартфонов, я по понятным причинам не ожидаю видеть в них каких-то особенностей, которые можно встретить в более дорогих моделях, но Топлинк Nefos C9A может удивить. А чем именно, узнаете в этом обзоре. Смартфон совсем недавно начал продаваться в Украине, и его рекомендуемая стоимость составляет 2999 гривен, примерно 110 долларов. Также к устройству прилагается официальная гарантия от производителя на 24 месяца. Гаджет поставляется в немаленькой фирменной картонной коробке, в которой кроме стандартного набора, состоящего из смартфона, адаптера питания и кабеля USB-MicroUSB с ключиком для извлечения слота под сим-карты, в производитель добавил еще и прозрачный силиконовый защитный чехол и пленку на экран. Да, чехол и пленка простенький, но их наличие положительно сказалось на первом впечатлении. Конечно же, покупателю такой приятный бонус тоже должен понравиться, ведь поиск сторонних решений вряд ли принесет удовольствие. Всего есть два варианта расцветки корпуса. Темно-серый с черной фронтальной панелью, как у меня, и светло-серый с белой фронтальной панелью. Первое, видимо, изменение в недавно вышедших смартфонах производителя и Nefos C9A, в частности, заключается в формате экрана. Теперь это современное соотношение сторон 18-9. Очень хорошо, что производитель стал комплектовать свои бюджетные устройства такими экранами. Но кроме экрана, дизайн смартфона ничем особенным не выделяется. В целом, он даже напомнил мне Nefos C7, только меньших габаритов. Кстати, если уж говорить о габаритах, то C9A очень компактный аппарат. Рамки вокруг экрана не очень тонкие, а верхние и нижние немного несимметричные. Зато стекло, которое прикрывает дисплей, немного закруглено по периметру. Корпус смартфона полностью пластиковый. Пластик хорошего качества, собран смартфон на удивление тоже хорошо, не люфтит, не скрипит. К типу Nefos C9A у меня только одно замечание. На стекле напрочь отсутствует олеофобное покрытие, так что заляпывается он очень быстро, а вытирается разводы с трудом. Но, к счастью, в комплекте есть пленка, которую пользователь, скорее всего, сразу же наклеит на телефон после покупки. Так что я не думаю, что это можно назвать серьезным недостатком. В плане компоновки элементов все типично. Над экраном спереди есть вспышка, датчики приближения и освещенности, единственный динамик, который выполняет роль разговорного и мультимедийного, а также глазок фронтальной камеры. Под экраном логотип Nefos. На грани справа расположены кнопка питания и разблокировки и спаренная клавиша регулировки громкости. Слева слот под две сим-карты формата nano и карту памяти microSD. Кстати, замечаем, что большинство производителей отказываются от комбинированных слотов. Это только плюс для потребителя. На нижней грани порт microUSB и микрофон, а сверху аудио разъем 3,5 мм. На спинке устройства в левом верхнем углу глазок основной камеры в серебристом обрамлении, дополнительный микрофон и вспышка в таком же обрамлении. Немного ниже на спинке сканер отпечатков пальцев и лого Nefos, а в самом низу логотип TP-Link и служебные надписи. Я уже говорил, что смартфон очень компактный. Пользоваться им можно одной рукой, не испытывая при этом никаких неудобств. В руке он ощущается легким. Сканер отпечатков и кнопки на правой грани расположены на своих местах, перехватывать аппарат или тянуться к ним не нужно. Nefos C9A оснащен вытянутым FullView дисплеем с диагональю 5,45 дюймов и разрешением HD+. Матрица здесь IPS. Плотность пикселей составляет примерно 295 точек на дюйм, а потому разглядеть отдельные пиксели почти невозможно. Экран с неплохим запасом яркости, насыщенный и контрастный. При отклонениях никаких цветовых искажений не замечено. Автоматическая регулировка яркости работает со средней скоростью. Короче говоря, качество дисплея для смартфона за такие деньги отличное. Из настроек дисплея есть ночной режим, режим работы в перчатках и настройка чувствительности экрана. Смартфон работает на бюджетном процессоре от MediaTek в паре с графическим чипом от PowerVR. В синтетике, впрочем, как и в повседневной эксплуатации, смартфон показывает соответственно невысокие результаты. Например, в Antutu Benchmark смартфон совсем не удалось протестировать, потому что после первого видеофрагмента процесс останавливается на нуле процентов. Оперативной памяти в Nefos C9A 2 гигабайта. В ней может удерживаться несколько простых приложений без перезапуска. А постоянной памяти 16 гигабайт, из которой пользователю отведено около 10.86 гигабайт. Память можно расширить при помощи карты памяти microSD до 128 гигабайт. При скачивании или обновлении приложений из Google Play смартфон ощутимо тормозит. Однако это происходит 5-10 секунд и частота зависит от интенсивности обновлений установленных вами приложений. В среднем раз в одну-две недели. В общем, не критично в повседневном использовании. Ну, в общем, вполне типичная ситуация для бюджетника. Подойдет для выполнения базовых задач и не более. Под более я подразумеваю игры. Очень простенький, конечно, смартфон потянет. Ну, сами понимаете, не больше. Модуль основной камеры в смартфоне 1. Его разрешение 13 мегапикселей, а диафрагма f2.2. Также есть фазовая автофокусировка. Снимает камера с учетом ценника устройства приемлемо. Все показатели, вроде детализации, динамического диапазона и цветопередачи, находятся на соответствующем для бюджетника уровне. Иногда снимки получаются смазанными по краям даже при хорошем дневном освещении. Автофокус и спуск камеры быстрые. В общем, основная камера явно не впечатлит продвинутого пользователя. Но нетребовательному покупателю, думаю, должно хватить. Модуль фронтальной камеры 5 мегапикселей. Она тоже не особо впечатляет, но свою задачу выполняет вполне нормально. Приложение камеры привычное для смартфонов производителя. Из интересности есть продвинутый ручной режим с настройкой ISO, выдержки, баланса белого, фокуса, экспозиции, экспозомера и регулировкой цветовых параметров. Оттенка, насыщенности, яркости и контраста. Кроме того, есть отдельный монохромный режим. Разблокировать TP-Link NFC 9A можно отпечатком пальцев или распознаванием лица. Работает сканер неторопливо и иногда разблокирует не с первого раза. Также можно разблокировать приложение, открывать или скрывать шторку переключателей и управлять спуском камеры. Разблокировка распознаванием лица тоже происходит не слишком быстро. На улице и в помещении с хорошим светом для разблокировки понадобится около двух секунд. Но в полной темноте, что и неудивительно, этот метод не работает от слова совсем. В такой ситуации лучше пользоваться сканером. Процесс настройки стандартный, добавить можно одно лицо. Разговорный динамик в NFC 9A совмещен с мультимедийным. Для разговоров он подходит вполне нормально. Но и с мультимедийными задачами справляется хорошо, хотя громкости качества остаются на базовом среднем уровне. NFC 9A работает под управлением OS Android 8.1 с фирменной оболочкой NFUI 8.0. Оболочка обладает приятным интерфейсом, стабильная и функциональная. С экрана блокировки можно запустить камеру, либо открыть док с диктофоном, калькулятором, фонариком и таймер-секундомер. Из других функций есть склонирование приложений, жесты на выключенном экране и перемещаемая кнопка. Также хочу отметить, что навигация по системе возможна двумя способами. Привычными наэкранными кнопками их расположение можно менять и жестами. Я остановился на жестах. Логика такого управления следующая. Чтобы вернуться на рабочий стол, нужно провести снизу экрана вверх. Выполнить действие назад можно свайпами к центру, с левого или правого края. Или с обоих, есть такой вариант. Также можно включить или выключить визуальное отображение этих самых жестов. Теполинк Nefos C9A Неплохой бюджетный смартфон для тех, кому нужно простое устройство для выполнения несложных повседневных задач. Смартфон удобно в эксплуатации, с хорошим экраном и сборкой. С программной точки зрения тоже все отлично. Есть стабильная прошивка и модное управление жестами. Камера и производительность в Nefos C9A средние. Но никто и не ожидал этих ничего особенного за такую невысокую стоимость. С вами был Илья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо, Кавар Кантелока, за предоставленное место для съемок. До встречи!